Когда я говорю про нехватку магния, я говорю в первую очередь про свой опыт и то, что я непосредственно вижу у себя, либо то, что я читала где-то, могла анализировать какие-то истории других людей, кто это рассказывал. Но в основе своей всё-таки я беру свой опыт, поэтому ориентироваться только на него я не рекомендую. Но именно с точки зрения нехватки магния, который есть у меня, почему я о нём рассказываю? Потому что я так и не смогла найти действительно качественного до сих пор врача за все эти, вот ребёнок сейчас 7 лет, за 8 лет, когда у меня начались признаки острой нехватки, самые первые, я так и не смогла найти врача, который бы смог, во-первых, определить, сказать, о, слушай, проверь, у тебя магниев, наверное, не хватает, да? Или единственная подруга мне порекомендовала, да, врачи. Но дело в том, что всё равно именно врача, который разбирался бы в этом полноценно, да, у нас есть знания по поводу различных циклов в организме происходящих, там, циклы, которые связаны с обменом веществ, витаминами и так далее. Но при этом понимание, как влияют некоторые гормоны на что-то и так далее, они хаотичны. То есть кто-то, у кого-то опыт появился, и вот он, давай тебя анализировать, исходя из своего опыта. То есть таким образом, переходя от одного доктора к другому, вы будете получать совершенно разные рекомендации, что я, собственно, и получала. И если нет опыта у врача, у меня огромное количество было врачей, у которых как раз не было этого опыта, то единственное, что вы получите, это то, что вас будут пытать, пытаться, пытать, да, оговорочка по Фредду, пытаться привести к тем знаниям, которые, ваш организм, да, что это от этого, к тем знаниям, которые есть у врача. Но вопрос в том, что у врача может не быть тех знаний, которые необходимы вам для того, чтобы действительно вам справиться со своим состоянием. Такое тоже бывает. Особенно, когда это какая-то редкая вещь, либо еще не изученная. А что касается магния, то тут очень много всего не изученного, потому что слишком много факторов может влиять на это, на все. То есть когда магния не хватает, факторов очень много, которые влияют на это. В первую очередь это стресс, конечно, но у кого-то стрессоустойчивость больше, у кого-то меньше, и ориентироваться по ней очень сложно. Поэтому и получается, что выяснить точный механизм действия магния на всех людей не получится. Так же, как выяснить причины, почему магния не хватает, с 100% вероятностью в том числе. То есть есть какие-то определенные догадки, есть эмпирический способ и так далее. То есть способ подбора, что тебе помогает, что тебе облегчает состояние и так далее. Вот тут очень важно понимать, у меня основная острая нехватка магния начала проявляться еще когда я только стала беременна. То есть сразу после имплантации фактически. Как я это поняла? Это я сейчас анализирую, да, то есть нужно понимать, что я это не сразу поняла, вот в тот период, когда это случилось. В тот период, когда это случилось, еще на протяжении лет пяти, наверное, я находилась в шоком состоянии и пыталась найти врача, который не скажет, что со мной происходит. То есть я технически вроде бы здорова, у меня вроде бы как все хорошо, но при этом почему-то у меня нарушены обмены веществ очень сильно. И он вроде бы как не сильно влияет на большую часть организма, но при этом он категорически сильно портит мне жизнь. Потому что я не могу нормально работать, я не могу нормально детьми заниматься и так далее. Люди, которые испытывают мигрени, они меня поймут. Причем мигрени не лайтовые, а которые вот прям по полной программе. Вот. И когда ты в этом состоянии находишься, когда у тебя спазм по всему позвоночнику, и, соответственно, у тебя дают везде, и ты нормально даже не можешь перевернуться в этот момент, ну, то есть мне муж когда делает массаж, допустим, и я даже вздохнуть не могу, даже вот на миллиметр подвинуться, вот как у него люмбага как-то один раз было, вот что-то наподобие возникает единомоментно, вот у меня это возникает очень хаотично. То есть как бы я ни пыталась исправить ситуацию, все равно она возникает, даже если я этого не хочу, даже если я делаю все одинаково, она все равно возникает в определенный период. С чем связано? Ну, понятное дело, стресс. Он усугубляет. Усугубляет. То есть он не только влияет на это, на все, он усугубляет, если у вас причина какая-то другая, он усугубляет. Вот, я не сказала, почему у меня первое, как бы я поняла, что это связано с гормональным фоном, а стоит. Я, по-моему, где-то это озвучивала. Дело в том, что когда я еще даже не знала о том, что я беременна, мы же планировали ребенка, и я еще не знала о том, что я беременна, и у меня начались изменения вкуса, очень серьезные. Токсикоз, который у меня пришел раньше гораздо, чем я узнала о том, что я беременна первым ребенком. И у меня это повторилось один в один, когда я забеременела вторым. То есть нужно обращать внимание на эти вещи, да, то есть очень странно. То есть ты еще даже не знаешь о том, что ты беременна, но у тебя уже не просто какие-то минимальные изменения происходят, а у тебя уже токсикоз начинается. Это проблемы со здоровьем, проблемы с ЖКТ, рефлюкс и так далее. С чем это может быть связано? Это может быть связано в первую очередь с гормональной перестройкой. Да? То есть как еще эта взаимосвязь может быть? Это может быть связано с тем, что в этот период у тебя организм готовится потребить больше витаминов, микроэлементов и так далее. Если как-то организм ведет себя, если вот этот баланс, он нарушен, и нарушен может быть чисто технически и на генетическом уровне. Это могло произойти во время того, когда я формировалась у мамы внутриутробно. Да, какие-то процессы могут происходить. Может быть, чем-то там мама приболела, пока я, скажем так, формировалась. И эти процессы, они могут повлиять, может быть, генетические какие-то моменты, которые тоже влияют. Факторы, которые после родов могут влиять, в том числе рождение ребенка, могут влиять на ребенка. Перенесенные инфекционные заболевания. Хотя у меня вроде как до 11 лет, я единственное, в 11 лет краснуха переболела, а до этого вообще у меня ничего не было. Вот, и много таких моментов, которые влияют на ребенка и его формирование, скажем так, того гомеостаза, который есть в организме его. И это не проявляется, почему на самом деле большая ошибка многих, многой молодежи, большинства молодежи, я бы сказала даже, идти во все тяжкие до 20-22 лет в плане курения, алкоголя и так далее, в плане слушания на громкой связи музыки и так далее. Потому что ресурсов очень много, и человек не думает абсолютно о том, что будет после. А после он расхлебывает все, что он натворил до, вот, со своим организмом, и как он сильно над ним поиздевался, и сколько ресурсов он из него выкачал. То есть нельзя исключать тот момент, то, что, да, может быть, там, в период, там, 90-х, когда мы не досыпали, было много стресса и так далее, тоже могло как-то повлиять. Очень многие факторы влияют на человека, прежде чем у него случится то или иное состояние. Это важно понимать. И что касается меня, то есть я просто это увидела, что у меня именно острая нехватка, вот эта прям совсем-совсем острая нехватка, она формируется в первые дни после зачатия. Соответственно, тут нужно обратить внимание. Либо у меня настолько требуется больше магния, либо он плохо всасывается, соответственно, у меня он в депо уходит плохо по какой-то причине, либо это связано напрямую с гормонами. То есть гормоны влияют на то, что он плохо всасывается, и у меня, соответственно, гормональный фон каким-то образом воздействует на это. И это, соответственно, мои предположения я. То есть нужно понимать, что когда ты думаешь о своем организме, ты можешь только предполагать. Мы не обладаем рентгеновским зрением, мы не можем взять там руку положить на лоб и сказать мысли другого, и тем более посмотреть, что у тебя в организме есть. Мы можем прислушаться к себе и проанализировать, как это может быть взаимосвязано друг с другом. То есть одно состояние с другим. И вот тут как раз я вижу в любом случае, что бы ни было первопричиной, но гормональный фон серьёзно влияет на то, когда у меня появляются острые признаки нехватки магния. И дальше я уже понимаю, раз он влияет серьёзно, и у меня это прошло, причём резко, вот так вот, как переключило меня очень-очень резко, в том числе и мысли стали адекватные, сил появилось много и так далее. В два года, два месяца ребёнку старше ему. Соответственно, у меня это связано в том числе с гормональным фоном, который в период беременности был. Далее я забеременела вторым, и мой организм не успел перестроиться. И то, что и сейчас происходит, это в принципе то, что происходило, скажем так, после вторых родов, это было связано с тем, что мой организм уже истощился, ресурсов мало, он не перестроился, я поэтому и боялась на самом деле беременности. Хотя мы планировали, я из-за этого, я прекрасно понимала, что такое может быть технически, оно и случилось. А далее, после того, как я это понимаю, но я перестаю быть беременна, проходит два с половиной года, проходит три года, у меня ничего не меняется. И тут я понимаю, что ага, что случилось, почему я не беременела после этого, что же случилось, чем связано то, что оно так длительно продолжается. И тут вот по какому-то стечению обстоятельств я посмотрела аннотацию тех гормонов, которые мне назначил врач, когда ребенку там было около год и семь, год и восемь второму. И смотрю, да, он влияет на нарушение всасывания магния. Он как по бочке есть такой, такая вещь. Такая, ага, а я еще обратила внимание, что если раньше у меня хотя бы как-то хаотично это все происходило, зависело только от цикла, то тут у меня ежедневно, то есть убираю хоть немножко магния, мне становится плохо. Вот, и это было на протяжении длительного времени. То есть это проявляется не сразу, потому что вам нужно достаточно длительно попринимать гормоны для того, чтобы это как-то повлияло. Я убираю гормоны, убираю эти таблетки, но гормональный-то фон меняется сугубо индивидуально. Он зависит от многих факторов, как он будет меняться и как он будет восстанавливаться, и будет ли он вообще восстанавливаться. И дальше я уже думаю, что мне делать с этим. То есть постфактум я понимаю, что у меня есть нарушение гормонального фона. И этот гормональный фон влияет каким-то образом на всасывание магния. Могу я это как-то изменить? Он у меня сейчас восстанавливается, и он может восстанавливаться год. У кого-то бывает восстанавливаться через месяц, у кого-то через три, у кого-то через полгода. Может и год восстанавливаться. Вот у меня полгода не было мигрени, и тут раз, в определенный день цикла у меня случилась мигрень. Тогда же, когда она случалась на таблетке. Но до приема таблеток у меня их никогда не было, этих мигрени. Но когда я начала принимать эти таблетки, у меня мигрени были каждый месяц на протяжении полугода. Потом они у меня пропали. Потом появились снова по какой-то причине. Вот это очень важно понимать. То есть я сейчас выжидаю позицию, я конкретно выжидаю позицию, когда у меня нормализуется мой гормональный фон. Потому что после вторых родов у меня уже гормональный фон должен был нормализоваться ближе к 2-2,5 годам. Просто я дополнительно начала принимать гормональные препараты, которые мешали всасыванию магния, и соответственно они меняли гормональный фон. Сейчас у меня восстановится гормональный фон теоретически. Это опять же теоретически. И у меня по идее все должно нормализоваться. И я пережидаю этот период, как я потребляю магний в таблетках, который мне помогает. Я вижу эту эффективность. Я ее реально вижу. И параллельно этому я ем еду, содержащую достаточно большое количество магния. Потому что через еду меньше вероятности, что потребив это все, у вас будет перебор этого магния в организме.